Я просто хочу, я вижу свою роль в качестве посла, и только потом, может быть, задуматься о политике. Если ты политик, ты всегда должен выбирать либо одну сторону, либо другую. И в любом случае ты ошибаешься. А когда ты являешься послом, твоя роль заключается в объединении двух сторон. И ты стараешься сделать, улучшить ситуацию для обеих сторон. И все равно можешь оказаться и правым, и неправым, но изначальный посыл должен быть постараться сделать лучше для обеих сторон. Вы были до этого в каких-то региональных российских городах? А вы видели, как и в каких условиях занимаются российские боксеры? Маленькие. Расскажите о них. Расскажите о них. Ну те, которые я видел, они были достаточно хорошие, такого ужасного, я еще никто не видел. Наверное, меня просто не возили в плохие места, как бы, ну, и видим, что такое. Вчера вы сказали, что вы собираетесь открывать школу бокса свою в Москве. То есть вы повлияете на развитие этого вида спорта в нашей стране? Расскажите об этом немного. Моё понимание такое. Мне хочется найти кого-то, кто будет заинтересован в том, чтобы помочь мне. Понятно, что мы начнем просто с обычной школы, но следующим шагом будет вычленить профессионалы. По-настоящему хороших ребят и сделать из них настоящих личностей, настоящих индивидуальностей. Для того, чтобы они могли раскрыть все свои лучшие качества. А что вы думаете о бешено развивающейся популярности ММА как в мире, так и в нашей стране? ММА развивается очень быстро. Песня просто невероятная. И это здесь, в России, и в外. Что вы думаете о развитии популярности? Это круто. Обожаю ММА. Любые бои я просто обожаю. И если бы у меня была в боксерской школе, я бы даже хотел тренировать бойцов ММА, развивать в них именно боксерские навыки. Может быть у вас есть какие-то уже кумиры собственные в мире ММА? У вас есть какой-то ММА? Идолы? Андерсон Сильва. Сильва, бразильский. А, Сильва. Он из Бразилии? Да, бразильский парень. Конечно, Федор. Вчера вы побывали на автограф-сессии. Это было удивительно, что так много людей? Или вас, наверное, там всегда встречают в России? Вы очень удивлены, видеть такие большие люди? Это обычная вещь для вас в России? В России обычная вещь. Это было приятно. Но это было очень приятно. Очень круто. Обожаю. В январе этого года вы заявили о том, что намерены получить российское гражданство. И даже собрались приобрести недвижимость в Краснодарском крае. Мы должны были купить недвижимость в России. И вы должны купить квартиру в Краснодарском крае. А человек должен мне купить квартиру? Угу. Да, должны были ли вы купить недвижимость? Надо купить документы заполнить на двойное гражданство. Ну, в принципе, да. Я не от этого идея не отказываюсь. Буду продолжать работать в этом направлении.